Здравствуйте, с вами Алена Талаш, управляющая партнер компании Роско Консалтинг и Аудит. Уже более двух лет в России действует закон, устанавливающий порядок оборота цифровых активов и валюты, в том числе и криптовалюты. Так, криптовалютой нельзя рассчитываться за товары, работы, услуги. Ведь единственным законным платежным средством в России является рубль. Но возможно ли осуществлять импортно-экспортные операции с помощью расчетов криптовалюты? По какой технологии проводятся такие международные переводы? Что должен сделать клиент, чтобы успешно провести расчеты в крипте с партнером? Расскажем обо всем в этом видео. Однако сначала подпишитесь на наш канал и поставьте колокольчик, если вы этого еще не сделали. Будьте в курсе всех последних новостей и трендов. Получайте полезные советы и аналитику вместе с Роско. Почему возникла необходимость проводить расчеты в криптовалюте? Сейчас осложнены расчеты между покупателями и плательщиками внешнеэкономических контрактов, находящимися в разных юрисдикциях. Разработка и техническая реализация проведения платежей в криптовалюте прежде всего введены для обхода с западных санкций и призваны ускорить проведение платежей. Проведение криптовалютных расчетов позволит избежать возможных блокировок счетов со стороны зарубежных банков-корреспондентов. Пока проведение крипторасчетов не включено в санкционные режимы. Росбанк в пилотном режиме запустил программу для проведения международных транзакций в крипте. Несмотря на такую интересную возможность со стороны Росбанка, регулирование криптовалюты на законодательном уровне в России пока под вопросом. Узнать подробнее об этом вы можете в нашем видео. Скорее переходите и смотрите. Как осуществить расчет с зарубежными партнерами с помощью криптовалюты? Проведение операции с криптовалютой осуществляется с помощью финтех-сервиса Бикрипто, который является российским посредником, специализирующимся на проведении расчетов в цифровых валютах. Первый этап. Итак, чтобы воспользоваться этой услугой, сначала нужно заключить договор купли-продажи цифровой валюты. Расчетным агентом выступает отечественный посредник финтех-сервис Бикрипто. Второй этап. Затем банк проверяет клиента на предмет антиотмывочного законодательства. И тогда, если все в порядке и никаких проблем не обнаружено, то одобряет сделку. Третий этап. После чего клиент перечисляет рубли по договору купли-продажи цифровой валюты и получает криптовалюту. Крипта зачисляется на криптокошелек клиента. Подробнее о преимуществах такой схемы расскажет ювискомпания «Русская» Ольга Шумиква. Преимущества такого подхода состоят в следующих моментах. Все безналичные расчеты осуществляются в рамках одного банка. Происходит чистая покупка криптовалюты. То есть приобретение криптовалюты осуществляется у лицензированных поставщиков. Нет рисков потерять денег либо обмена при обмене рублей на цифровые активы. Получение необходимого комплекта документов. Все сделки документально оформляются, что дает возможность компании учитывать расходы для целей налогобложения. Дальше идет заключение импортного контракта с иностранным поставщиком и передача экземпляра договора в банк. В контракте необходимо прописать, что расчеты осуществляются в USDT. USDT – это Stable Coin, от английского Stable Coin, то есть стабильная монета. Это криптовалюта, курс которой стабилизируется благодаря обеспечению в эквиваленте другой валюты. В этом случае стоимость одной монеты определяется курсом доллара США в соотношении 1 к дому. Также в контракте с контрагентом необходимо указать адрес криптокошелька. Зарубежный поставщик выставляет инвозь клиенту российскому покупателю, где стоимость товаров и услуг приводится в USDT. Пятый этап – проверка банком контракта на предмет антиотвывочного законодательства и осуществления валютного контроля. Результатом проверки будет одобрение оплаты сделки. Шестой этап – заключение клиентам агентского договора с сервисом BeCrypt для проведения расчетов по импортному контракту. Финтех сервис действует от имени и за счет клиента. Седьмой этап – финтех сервис BeCrypt переводит деньги в криптовалюте в пользу зарубежного партнера клиента. Сам клиент может проводить платежи по экспортным контрактам. Клиент открывает счет экспортера в банке. Сделки проводятся также при участии посредника BeCrypto. В последние годы криптовалюта стала неотъемлемой частью нашей экономики. Однако вместе с возможностями она может нести определенные юридические риски. Чтобы избежать неприятностей и максимизировать ваши возможности, обратитесь за юридической консультацией к РОСКО – вашему надежному партнеру в юридических вопросах. Для получения помощи наших специалистов позвоните по номеру, указанному на сайте, или оставьте онлайн заявку через форму обратной связи. Ловите пробокод YouTubeROSCO, по которому вы получите скидку на наши услуги – 15%. Все контакты вы найдете в описании к этому видео. Какие поправки планируется ввести на законодательном уровне? Российское законодательство постфактом пытается урегулировать проведение тех или иных операций с криптовалютой. Специального нормативного регулирования использования крипты в международных операциях нет. Криптовалюта не должна использоваться как средство платежа внутри страны, но ее использование возможно в международных расчетах. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиулина в рамках международного экономического форума в Санкт-Петербурге. В настоящее время в Госдуму внесен законопроект, который даст зеленый свет проведению сделок цифровой валюты в рамках экспериментального правового режима. Решение об установлении такого режима будет приниматься правительством по согласованию с Центробанком. Таким образом, будет установлен государственный контроль за трансграничные периоды. Подведу итоги. Итак, пока проведение внешнеэкономических расчетов с использованием криптовалюты осуществляется в пилотном режиме. Во всех сделках принимает участие посредник финтех-сервис Бикрипто. Можно покупать криптовалюту в дружественных нам странах на деньги клиента. Клиент, в свою очередь, платит комиссию посреднику. Информация по размеру комиссии не опубликована ни на официальном сайте банка, ни на сайте самого посредника. Однако по мере развития проекта мы узнаем о нем больше деталей и обязательно расскажем вам обо всем. А пока предлагаем заглянуть в наш плейлист, где вы найдете массу материалов на тему криптовалюты. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. С вами была Алена Талаш. Если у вас остались вопросы, прямо сейчас пишите их в комментариях. Юристы компании РосКо бесплатно ответят на них. И конечно подписывайтесь на наш канал. Будь в курсе. Будь с РосКо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова